Средневековая история Британия остается практически беззащитной перед набегами других племен с территории Уэльса, Шотландии и Ирландии. Для защиты от этих кельтских племен бритты решают пригласить к себе на службу соседние германские племена. Согласно легенде, бритты пригласили на свой остров Англов, Саксов и Ютов, которые в это время населяли районы в Северной Германии и на полуострове Ютландия. В 420-430-е годы как раз в Британии и появляются первые поселения этих германских племен. Вполне возможно, бритские правители считали, что германцы просто будут удерживаться в тех рамках, которые им были изначально определены. Так, к примеру, Англы были поселены на севере страны, Саксы в центральных районах, но в районах вокруг Лондона названия Сассекс и Эссекс до сих пор, в Англии существует Ютом, было отдано нынешнее графство Кент на юго-востоке Британского острова. Но дело в том, что не прошло и 10 лет, как англосаксонские племена, мы можем называть их именно так, перестали сохранять верность и лояльность бритским королям и решили захватить власть в свои руки. Собственно, начиная с этого времени, мы можем называть Британию Англией, ибо англов там, видимо, было более всего, и именно эти англосаксонские королевства отныне в Британии и существовали. Политического единства в Англии в это время не было. Здесь располагалось как минимум шесть англосаксонских королевств. Сассекс, Вессекс, Кент, Восточная Англия, Мерсия и Нортумбрия. Но кроме междоусобных войн между этими государствами, а войны, вне всякого сомнения, были, кроме набегов кельтов, которые продолжали осуществляться все это время, в VIII веке появляется еще один важный дестабилизирующий фактор. В это время начинаются набеги на британские острова Норманна. Норманские набеги продолжались на протяжении всего IX и X века, а в XI веке Англия была включена в огромную морскую державу короля Кнута, которая охватывала Норвегию, Данию и Англию. Но, впрочем, король Кнут правил сравнительно недолго, с 1016 по 1035 год, после чего англосаксонская Британия все-таки восстановила свое единство. Отдельные эпизоды, когда в Британии создавалось нечто вроде единого государства, были и до этого времени. В частности, историческая традиция связывает образование первого крупного государства в Англии с именем короля Альфреда Великого, который находился у власти с 871 по 900 год. Но только после изгнания норманнов, точнее ослабления их роли в государственном аппарате британских территорий, к власти пришел единый британский король Эдуард Исповедник. Он находился у власти с 1042 по 1066 год. Этому англосаксонскому королю и принадлежит в значительной степени слава создания единого англосаксонского государства. Впрочем, его смерть в 1066 году привела к тому, что в Британии или Англии, можно ее называть уже как угодно, возник очень серьезный династический кризис. У него не было прямых наследников, но были родственники достаточно близкие для того, чтобы претендовать на престол. Один из таких наследников, потенциальных преемников Гарольд, решил, что он будет управлять Англией после смерти Эдуарда Исповедника. С этим не согласился еще один родственник, нормандский герцог Вильгельм, который в истории известен будет как Вильгельм-завоеватель. Но по его прозвищу несложно понять, какие меры предпринял Вильгельм для того, чтобы получить власть на Британских островах. Тогда же, в 1066 году, он переправляется из Нормандии на судах на Британские острова. И в первом же крупном сражении, в битве при Гастингсе, разбивает войско Гарольда, а сам Гарольд погибает в битве. Начиная с этого момента, в Англии правит Нормандская династия. По своему более позднему представителю, династия потом уже в XII веке получит название династии Плантагенетов. И те, кто правит в Англии сегодня, являются потомками этой династии и, пусть даже по боковым линиям, потомками Вильгельма-завоевателя. Мы знаем об этом завоевании из уникального документа, который дошел до нас. Это знаменитое полотно из Байо, которое изображает в виде ленты своеобразного комикса те события, которые происходили в Нормандии и в Англии в 1060-е годы. Там мы можем видеть с вами и Вильгельма-завоевателя, и его воинов, и, собственно, сам факт покорения Англии нормандскими войсками. Вильгельм-завоеватель получил в свое управление огромную территорию, которая была намного больше, чем его родная Нормандия. Разумеется, необходимо было предпринять какие-то меры, чтобы управлять столь большой страной. Но ведь даже налоги нельзя было качественно собирать, пока вы не знали, кто на этой территории живет. Именно поэтому в 1086 году Вильгельм-завоеватель выступает с инициативой проведения переписи населения. Это была первая подобная перепись населения в истории Европы. До этого существовали, конечно, различные меры по учету населения, но так, чтобы была переписана вся страна, это было действительно впервые. Результаты этой переписи дошли до наших дней. Представьте себе, там описаны все местности, которые находились в Англии, с их жителями, с теми налогами, которые они платят, даже с тем скотом, которым они располагают. До нас не дошли только записи по Лондону, это, конечно, очень жаль. Но, впрочем, некоторые историки считают, что записей жителей Лондона просто-напросто не существовало, ведь король должен был познакомиться не с городом, в котором он жил сам уже к тому времени 20 лет и знал, ну, по крайней мере, каких-то значимых жителей этого города, а с отдаленными районами страны, куда он просто-напросто не имел возможности доехать. Результаты этой переписи дошли до нас в виде издания, которое называется «Книга страшного суда». По легенде, англичане не хотели переписываться, они понимали, что подобная перепись ничего хорошего за собой не влечет, явно налоги после этой переписи увеличатся. И приходилось пугать жителей, говоря, что во время страшного суда он будет вот-вот. Они тоже ждали конца света, как и люди начала 21 века. Иисус Христос воссядет на свой трон и положит на колени эти переписные книги, и те люди, которые в этих книгах врали, будут наказаны Божьим судом. Ну, верили люди в это или нет, сказать сложно, но то, что они переписывались охотно или неохотно, это уже исторический факт. По данным книги страшного суда, население только одной Англии, без учета Шотландии, Уэльса и Ирландии, в конце 11 века составляло около полутора миллионов человек. Было понятно, что столь огромной территории и столь колоссальным населением, по тем временам это была цифра абсолютно астрономическая, было очень трудно управлять. И уже при Вильгельме Завоевателе и его непосредственных потомках происходят определенные меры по созданию системы управления страной. В частности, очень быстро территория Англии делится на отдельные области, так называемые ширы, а в эти ширы назначаются королевские наместники, которые назывались шерифами. При Генрихе I, находившемся у власти с 1100 по 1135 год, принимается еще целый ряд мер для того, чтобы сделать государство централизованным. В частности, именно в это время создается Королевский совет, а в Англии появляется Министерство финансов, которое называлось в те времена «Палата шахматной доски». По легенде, шахматной доской, ну своеобразным образом расчерченной доской, служил определенный макет распределения денег государства, из кого сколько собрать, ну и кому сколько отдать. Во время правления Генриха II, правившего в 1154-1189 годах, Англия начинает активную деятельность на континенте. Генрих II, как потомок Вильгельма-Завоевателя, владел территорией Нормандии, но дело в том, что он был женат на Алиеноре-Аквитанской, а она правила немалыми землями в южной части Франции. Именно благодаря своей жене Алиеноре-Аквитанской Генрих II получает территорию не только Аквитании, но и Бордо и Гаскони. Разумеется, в этом он сталкивается с интересами французского короля, между Англией и Францией уже тогда начинают нарастать противоречия. Впрочем, нельзя недооценивать и те меры, которые Генрих II предпринимал для укрепления английского государства. Именно он издал постановление о переводе дел, извоченных в королевские суды. Именно ему принадлежала инициатива введения суда присяжных вместо прежних судебных поединков ордалей. Именно он ограничил срок службы феодалов в армии и ввел так называемые счетовые деньги, то есть своеобразный налог, который должен был идти на содержание армии, подчинявшейся уже непосредственно королю. Впрочем, эти успехи времен Генриха II в значительной степени были нивелированы во время правления его сыновей. Ричард I «Левиное сердце», правивший в 1189-1199 годах, был слишком активным в своей внешней политике. Разумеется, он упоминается во всех учебниках и книгах как некий романтический герой, как первый рыцарь Европы, хотя на самом деле британскими делами он практически не занимался. Собственно, из десяти лет правления в Англии он находился чуть более года, и, вне всякого сомнения, за время его отсутствия английская знать решила, что король ей, в общем-то, особенно и не нужен. После смерти Ричарда «Левиное сердце» в 1199 году престол наследует его брат Иоанн Беземельный. Этот человек не обладал особой популярностью в Англии, да и полководцем был откровенно никаким. Во время его правления он находился у власти до 1216 года, Англия теряет практически все свои земли на континенте, собственно, из-за чего Иоанн и получил это позорное прозвище Беземельный. Интересно, что Иоанн Беземельный умудрился поссориться даже с папой римским. В результате этого, разумеется, его популярность стала еще меньше. Но тот факт, что папа отныне к английскому королю относится прохладно, стал толчковым моментом для баронов, которые объявили в один прекрасный момент, что английскому королю подчиняться совершенно не собираются. Впрочем, нельзя считать, что Иоанн Беземельный был единственным, кто виноват в этих поражениях. Во время битвы при Бувине в 1214 году с поля боя, бросив собственное знамя, бежал даже германский император Атон IV. Но английских баронов все это не слишком интересовало. В июне 1215 года они, по сути, объявили королю гражданскую войну. Войска баронов собрались на лугу в непосредственной близости от Лондона. Фактически, это был инструмент давления на короля с тем, чтобы король предпринял те меры, которые его баронов устроят. Разумеется, Иоанну Беземельному пришлось пойти на уступки. Он подписал документ, известный как «Великая хартия вольностей». Можно говорить, что этот документ был первым в европейской практике документом, закреплявшим права человека. Но, правда, речь шла не о правах человека вообще, а о правах английских баронов. Но именно с этого и начинается процесс постепенного, правда, и не всегда последовательного создания правового государства. Великая хартия вольности, юридическое значение свое она не теряет до сегодняшнего дня, предписывала королю во всем потакать баронам. Король лишался права самостоятельно, без согласия баронов, объявлять войну и заключать мир. Кроме того, он лишался права арестовывать баронов и подвергать их наказанию без суда. А на суде, разумеется, должны были присутствовать другие представители британской феодальной аристократии. Не всякого сомнения, английскому королю очень не хотелось подписывать подобный документ, но он считал, что эта мера вполне возможно будет временной. Впрочем, для того, чтобы король не изменил своему слову, а это случалось и в средние века тоже, был создан совет баронов, который имел право объявить войну королю, в том случае, если бы он нарушил какие-то предписания этого документа. Нельзя, правда, думать, что Великая хартия вольности приносила выгоды только власть имущим в стране. В частности, в ней были прописаны определенные гарантии в отношении городов, в частности, закреплялся порядок налогообложения, и было указано, что отныне города тоже имеют право на выполнение каких-то определенных функций в государстве. Так, например, была введена единая система меры весов, которая, разумеется, очень серьезно повлияла на развитие экономики Англии и упростила экономические отношения между различными частями этого государства. Преемник Анны Безземельного Генрих III, правивший с 1216 по 1272 год, сделал, казалось, все возможное для того, чтобы с баронами замириться. В частности, он даже погасил конфликт с Папой Римским, который к этому времени тлел достаточно давно. Но, тем не менее, именно эпоха его правления вошла в историю Англии как время баронской олигархии. В 1258 году был созван Совет Магнатов, который в английской историографии называется «не иначе, как бешеный». Члены этого совета потребовали, по сути, передачи всей полноты власти из королевских рук в руки баронов. Фактически, речь шла об очень серьезном ограничении власти монарха. Все это привело к гражданской войне 1263-1267 годов. Во разгар этой войны в 1265 году Симон де Монфор созвал первое заседание английского парламента. Но, разумеется, считать это полноценным парламентом было пока еще нельзя. Скорее, это был определенный прообраз Палаты Лордов. Но впервые был созван Совет, который обладал уже постоянным правом влиять на короля. В него вошли крупнейшие магнаты, лидеры английской церкви. А кроме того, туда вошло по два рыцаря от каждого графства и по два горожанина от каждого из крупных английских городов. Формально этот совет или парламент, как его стали вскоре называть, ведь официальным языком в Англии, вплоть до конца XIV века был французский, не обладал официальными полномочиями, но реально он очень сильно влиял на короля. До нас дошли протоколы заседания английского парламента, правда, более поздних времен. Королю, естественно, приходилось присутствовать на этих заседаниях, и нередко все вопросы решали без него. Он выражал свое согласие кивками головы или какими-то отдельными репликами. Ко времени правления короля Эдуарда I относятся первые попытки английских монархов распространить свое влияние дальше на Британские острова. Так, в 1282-1283 годах к Англии присоединяется Уэльс, а в 1295 году впервые английские войска входят на территорию Шотландии. Впрочем, в Шотландии вскоре вспыхнуло национально-освободительное движение под руководством Роберта Брюса, и вообще Шотландия представляла собой отдельное политическое образование вплоть до начала XVIII века. Так или иначе, процесс постепенного объединения всей Британии под властью английских королей начался именно в эту эпоху. Но нельзя сказать, что Англия в это время была сильна. В 1337 году английские короли, правда, начали Столетнюю войну, мы достаточно подробно говорили о ней в нашей лекции по истории Франции, но эта война шла с переменным успехом. Сначала, разумеется, англичане одерживали победы, но в 1399 году в Англии в самой возник династический кризис. После того, как пресеклась династия Плантагенетов, последний представитель этой династии был откровенно низложен с трона, он был лишен своих полномочий, к власти пришла династия Ланкастеров, и дальше Англия начала довольно быстро слабеть. Главным моментом здесь было даже не столько усиление Франции, хотя французская армия и Жанна Д'Арк сыграли большую роль в этой войне, но и то, что Англия очень быстро начинает погружаться в пучину различных междинастических споров. Формальная династия Ланкастеров находилась у власти до 1461 года, и именно ей приписывают всю вину в поражении в Столетней войне. В результате эта Столетняя война завершилась в 1453 году тем, что англичане потеряли не только Париж и земли в Северной Франции, но практически все земли, которыми они до этого располагали на континенте. Единственным кусочком земли, который сохранял свою принадлежность Англии, оставался Порт-Кале, но и он в 16 веке стал, наконец, французским. Все это не могло не вызывать недовольства в английском обществе, особенно со стороны жителей Лондона и вообще южных районов страны, гораздо более развитых в экономическом плане. Ведь очень большие деньги уходили на войну, как на Столетнюю войну, так и на многочисленные междоусобицы, которые в это время в Англии идут. События 1455-1485 годов вошли в историю Англии под названием «Война алой и белой розы». В этой войне друг против друга сражались представители двух династий — династии Ланкастеров и династии Йорков. А свое название война получила по цветкам соответствующего, цвета, которые находились в гербах Ланкастеров и Йорков. Война эта тоже шла с переменным успехом. Собственно, речь идет не о крупномасштабных военных действиях, а о постоянных стычках на династической почве, которые проходили в это время. В 1461 году династия Ланкастеров власть теряет, и Англию получает династия Йорков. Король Эдуард IV, взошедший на трон и находившийся на этом троне до 1483 года, скорее отвечал интересам не северных феодальных баронов, а тех относительно развитых районов Англии, которые располагались на юге. Его поддерживало так называемое новое дворянство — джентри. Эти люди, которые фактически обладали не только родовитостью и высоким положением в обществе социальной точки зрения, но и определенно, если хотите, предпринимательской жилкой, разумеется, были заинтересованы в том, чтобы страна развивалась в экономическом плане, а не только в плане военном. Впрочем, эта война заканчивается в 1485 году из-за того, что и Ланкастеры, и Йорки, по сути, потеряли возможность управления страной. После смерти в 1483 году у короля Эдуарда IV престол наследует его брат Ричард. Ричард III — одна из самых темных фигур в истории Англии. В 1485 году он сражается в битве при Босфорте. В этой битве гибнет не только английский король Ричард III, но и значительная часть тех, кто относился к высшей феодальной знати в средневековой Англии. Принято считать, что все представители современных английских дворянских семейств знают, кто из их предков погиб на этой войне. Война закончилась довольно неожиданно. Престол получил Генрих VII Тюдор. Несмотря на то, что фамилия его была Уэльская, его отец происходил из Уэльского королевского рода, Генрих на самом деле относился к роду Ланкастеров по матери. Получилось так, что последний представитель династии Ланкастеров женился на последней представительнице династии Йорк. Возникшая в результате этого династия получила название Тюдоров. Именно она находилась у власти до 1603 года. Безусловно, на стабилизации ситуации в стране казалось то, что Тюдоры воспринимались как свои, как сторонниками Ланкастеров, так и сторонниками Нью-Йорков. Генрих предпринимает определенные меры по централизации государства. Ему принадлежат очень важные решения о ликвидации многих феодальных замков в Англии и о проведении реформ, которые были направлены на реальное объединение страны. Впрочем, в историю вошел скорее не он, а его сын Генрих VIII, который находился у власти с 1509 по 1547 год. Генрих VIII известен не только своими многочисленными женами, но и теми мерами, которые он предпринимал для того, чтобы укрепить английское государство. Впрочем, это укрепление порой было довольно своеобразным. Генрих VIII создает тайный совет для того, чтобы он помог ему управлять делами в стране, но очень быстро выясняется, что передавать кому-то хотя бы часть своих полномочий английский монарх совершенно не стремится. Самое известное деяние, которое относится к эпохе его правления, это насаждение в Англии протестантизма. Он издает акт о супрематии, который был принят в 1534 году. Согласно этому акту о супрематии или акту о верховенстве, английский король провозглашался главою англиканской церкви. Он официально заявил о том, что отныне ни английский король, ни территория Англии более не подчиняется власти папы римского. Но, правда, историки считают, что это решение было связано в первую очередь не с тем, что Генриху VIII надоело подчиняться римскому папе, а с тем, что римский папа категорически отказывался быстро оформлять развод Генриха VIII с теми женами, которые оказывались ему неугодны. Конечно же, Генриха VIII в первую очередь интересовали те богатства, которыми обладала католическая церковь на территории Англии. Именно поэтому после издания акта о супрематии он предпринимает целый ряд шагов для того, чтобы сделать бывшее церковное имущество своим. В частности, он проводит секуляризацию церковных земель и уничтожает все английские монастыри. Если вы читали произведения английской литературы XIX века, во многих из них события разворачиваются на фоне какого-нибудь разрушенного аббатства. Оно является чуть ли не обязательным признаком так называемой готической литературы, очень популярной в Англии в XIX веке. Но, наконец, после смерти Генриха Тюдора в 1547 году в Англии возникает династический кризис, очередной в истории этой страны. Не всякого сомнения, большие надежды были возложены на преемника Генриха VIII, его сына Эдуарда VI. Но этот ребенок правил совсем недолго, с 1547 по 1553 год. Впрочем, об обстоятельствах его восшествия на престол, пусть даже в фантастической форме, вы наверняка знаете из произведения Марка Твена «Принца нищий». Принц, который описан в этом произведении, и есть тот самый Эдуард VI. Кстати, городская легенда о том, что Эдуард когда-то поменялся одеждой с неким нищим, в Англии в это время действительно существовала. Возвращение католицизма происходит после смерти Эдуарда VI, когда на престол восходит старшая дочь Генриха VIII Мария Тюдор, известная также как Мария Кровавая. Ее правление тоже заняло совсем немного времени, пять лет с 1553 по 1558 год. Но это было время невероятных мер по укреплению католической церкви. Но, вне всякого сомнения, будучи дочерью Екатерины Арагонской, представительницей Испанского королевского дома, Мария Тюдор была воспитана в духе католицизма. А протестантам, весьма многочисленным в Англии к этому времени, это, конечно, нравится не могло. В 1558 году английской королевой становится младшая сестра Мария Тюдор Елизавета I. Именно ее эпоха вошла в историю Англии как своеобразный золотой век. В это время англичане создают свои первые колонии. В это время в Англии начинает проводиться политика меркантилизма и протекционизма, когда государство предпринимает все меры для того, чтобы обеспечивать благосостояние своих промышленников и купцов. Именно в это время Англия начинает постепенно выходить на передовые позиции в Европе по объемам производства. Хотя, конечно, расцвет Англии как мировой державы приходится уже на XIX век. Историки считают, что именно время правления Елизаветы I является моментом, когда вступает в полусу своего расцвета абсолютная монархия в Англии. Разумеется, эта линия будет продолжена преемниками Елизаветы I, королями из династии Стюартов. Но правда, в значительной степени этот процесс укрепления абсолютной власти короля будет осложнен теми кризисными ситуациями, в которые Англия попадает в XVII веке. Вы наверняка знаете о том, что в 1640 году в Англии произошла Английская революция. Впрочем, об этой революции и о том, как развивалась Англия в эпоху Нового времени, мы будем с вами говорить значительно позже. А наш сегодняшний урок, посвященный средневековой Англии, на этом завершен. Спасибо за внимание. Продолжение следует...